Вот так почти каждый день при свете телефонного фонарика делают уроки дети кубинки Ниль-де-Виеры. Вместе с летним зноем на Кубе начались регулярные отключения электричества. «Если так пойдёт и дальше, не знаю, что мы будем делать. Это просто сводит с ума. Ситуация совершенно неприемлемая». Перебои с электричеством летом для жителей социалистического острова не новые. Но сейчас ситуация с работой электростанции ещё хуже, поскольку выросли цены на топливо. К тому же в стране сохраняются экономические последствия пандемии. «Проблемы просто повсюду. Пандемия закончилась, а Куба погрузилась в глубокий экономический кризис. В прошлом году уже были серьёзные протесты, и недовольство сохраняется. Теперь пришло лето, и отключения электроэнергии вернулись». Сейчас на Кубе пытаются отремонтировать две крупнейшие электростанции страны. Тем временем президент Диас-Канель выступил с лекцией по национальному телевидению и рассказал, как трудно добиться бесперебойной работы электростанций. Ещё один коммунистический деятель призвал кубинцев проявить революционный пыл и сократить потребление электричества. Между тем аналитики говорят, что такие лозунги уже, возможно, не находят отклика у людей. Кубинский президент обещает, что к июлю ситуация с энергоснабжением улучшится, и постепенно отключения прекратятся. К проблеме с электроэнергией добавляется нехватка продовольствия, медикаментов и топлива. В прошлом году все эти социальные проблемы вызвали антиправительственные протесты, которые стали крупнейшими в стране с 1994 года.